мы на пути к перевалу дятлова тайну не разгадали до сих пор мы пришли на могилу дятлова и честно на подходе уже не по себе стало я не верю в йети и то что мы сейчас делаем это полный абсурд ну давай всем привет друзья по количеству снега вы уже наверное поняли что мы находимся сегодня в москве столбик термометра показывает примерно минус 30 градусов и сзади меня находится место где произошла самая загадочная история последнего столетия мы на пути к перевалу дятлова там при загадочных обстоятельствах погибла экспедиция в составе 9 человек и кстати говорят тайну не разгадали до сих пор на ютюбе есть огромное количество видео где рассказывают про это расследование многие блогеры сняли про это видеоролики мы не просто расскажем версии которые произошли здесь на перевале дятлова но и сами пройдем весь их путь и внимание мы проведем целую ночь именно на том месте и в те же даты 61 год прошел с момента трагедии самому честно говоря стремно погнали итак ну что друзья мы прибыли в аэропорт нам нужно две тележки чтобы загрузить все шмотки слушай ну не так уж и много на самом деле началось объехать нельзя было да? извините друзья мы в екатеринбурге и отсюда именно начинается наша история сзади находится здание уральского политехнического университета именно здесь училась практически вся группа дятлова друзья это означает что группа была безумно молодая и практически всех возраст был чуть больше 20 лет мы пришли на могилу дятлова и честно на подходе уже не по себе стало когда ты видишь что все по интернету видишься в роликах как-то по-другому все ощущаешь да? да друзья мы реально не понимаем почему основная загадка вот все там многие в интернете говорят в статьях что золотаревых два один похоронен здесь другой на другом кладбище и что самое интересное восемь могил а золотарева нет восемь могил а золотарева нет а здесь он есть здесь нет никитина великого алексеевич даже в а нету никитин виктор группе не относится похоронен вместе с ними на михайловском кладбище ведь скачался пневмонией в марте 59 года студент тоже этого университета а почему нет Слободина? нет получается Слободина и нету Кривонищенко нет Кривонищенко нет, Золотарева нет, Слободин есть а потому что Кривонищенко похоронена на золотаревом другом кладбище то есть короче мемориал всем поставлен, а могилы здесь не все, а две могилы отдельно снаряжение группы было обычным для туризма того времени в ходе расследования гибели группы высказывались негативные оценки качества доступного снаряжения промышленность СССР не производила подходящих для зимнего туризма палаток, спецодежды используемое туристами снаряжение имело излишний вес, слабую защиту от холода и ветра у нас была значительная изношенность поэтому, друзья, так как главной версией гибели была то, что ребята просто замерзли мы должны себя максимально защитить от холода я рад вас! Алексей, привет! привет! Андрей, мы знаем, что вы большой специалист в одежде по охоте, рыбалке у нас есть к вам такое необычное бросьбы мы собираемся на перевал Дятлова и поэтому нам нужна действительно профессиональная одежда, чтобы, ну вы знаете, там очень холодно уверены в том, что вы хотите туда попасть? мы не совсем еще уверены, но мы готовимся мы готовимся к этим съемкам и мы надеемся, что в вашем магазине мы действительно найдем ту самую одежду, которая нас убережет от холода и нашего свастия ну и, конечно, мы специально разрабатываем для практиков, для охоты, для суровых условий нашей российских чтобы люди не могли не замерзнуть вот, и обязательно вам поможем в этом вопросе входит очень много в интернете информации о том, что вы из обычного парня, как это пишут, вот это все создали и да, это прошло где-то 20 лет за тот период, когда я из магазина в Костроме сделал несколько магазинов, их 50 по стране и ту одежду, которую мы сейчас с вами будем смотреть, мы тоже разрабатываем, тестируем и в ней пользуемся тоже сами, одежда ремен ну правильно я понимаю, что у вас есть YouTube канал, на котором есть подробная информация о том, как вы развиваетесь о том, какой вы человек, возможно какие-то эксперименты с оружием, в общем, очень много информации, все верно? да, все верно, помимо этого всего мы собираем нашу команду людей, которые любят охотиться, любят ходить на рыбалку, любят активный образ жизни а ты был на охоте? не, к сожалению, я в своей жизни еще ни разу не охотился ну, ты слабак а вот у меня на канале уже вышел ролик, как мы с Димой Гордеем охотимся в Техасе подпишись, посмотри, очень интересный контент а тебе нужно быстрее съездить на охоту и добыть свою дичь ребят, видимо, контент у нас станет скоро намного интереснее а, честно говоря, я даже не представляю, как Дима Гордей может охотиться, да еще и в Техасе, ребят посмотрите, обязательно ссылочка будет в описании под этим роликом друзья, мы обещали вам разобрать практически все версии Тайны Перевала Дятлова и сзади меня находится подъезд Кунцевича Юрия Константиновича это хранитель фонда Дятлова, друзья, я уверен, он расскажет самую настоящую, реальную, скорее всего, версию потому что этот человек собирает всю информацию о этих ребятах, погнали а их маршрут вот так вот и проходил и они на настиле поставили палатку настил-то обнаружен был это у меня такая версия, естественно, значит, надо ее подтверждать вот она стояла здесь ну, очевидно, здесь произошло что-то и когда администрация военная сказала нет, нас это не устраивает, давайте им инспирируйте замерзание и вот ее сюда у них шесть вертолетов было я там все эти условные знаки поместил чтобы легче было сообразить вот буквально вообще переставили солдатам сказали они прокопали до земли, то есть до камней солдаты мы им скажем ну да, конечно вот наш адвокат, он говорит я вот сейчас себе так представляю что они все одновременно погибли почти что там ну, потому что укажет свой организм своя реакция на отравляющее вещество вот и это облако оно, поскольку оно тяжелое тяжелее атмосферы оно по долине вот так вот пошло туда если были ветра такого направления ну да я как раз туда иду и они тут собственно говоря все и погибли а так друзья мы продолжаем свое путешествие сейчас мы садимся на поезд и едем десять часов внимание до Эвдель нам осталось примерно 700 км там в Эвдель у нас небольшой привал и после этого мы продолжаем наше путешествие Друзья мы должны были взять эту штоку этот дозиметр мы проверим даже радиацию там мы решили в позе проверить короче восемь все показал слышите восемь встаем подъезжаем подъезжаем к Эвдель снега как видите здесь много какая там погода остается только догадываться это наши все вещи надо за пять минут сейчас выгрузиться куда вы собираетесь идти куда вы собираетесь идти мы на перевал до этого туда собираетесь идти не боитесь нет а почему боятся ну про него все таки как страсти рассказывают это все ну вот мы идем чтобы посмотреть все о страсти и рассказать тоже что вы делаете ну конечно мы в Эвдель друзья самое что классное что даже в американском фильме они не начинали именно отсюда путь мы прям повторяем историю сейчас 7 утра нам не очень комфортно потому что 4 часа мы спальню сейчас мы грузимся 3 часа до Визжая говорят что от города остались только манси да это правда что ли Визжая так и манси будет Визжая соответственно это место святилище где манси приносили жертвоприношения богам это фактическая информация поэтому там жить вообще нельзя ну что друзья мы выехали из Эвдели и по пути мы последний пункт где есть сотовая связь называется он полуночный либо маленький Берлин никто не будет знать где мы находимся от этого становится еще более интересней Визжая много волков? на горы рядом они бегают собаку таскают они их заманивают как бы приманивают ну как пулят, лаят собака выбегает ага они там рвут просто и будет ну что друзья все мы приехали в конечную точку где мы оставляем УАЗик визжай и мы сейчас садимся на снегоходы сейчас мы быстренько собираемся разбираемся садимся на снегоходы и отправляемся по пути точному точному вниманию как шлисть дяпл ребят смотрите чтобы чувствовать себя комфортно сколько нам потребуется бензина в каждой такой штуке 20 битов 120 120? ну здесь 120 секунд 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 привет насколько сильные морозы мост замерз и он не крутится жестко очень важный человек в этой экспедиции Александр наш гид Александр сейчас немножко расскажет что он нас ждет соответственно сегодня нас ждут замерзшие реки лес возможно даже перебегающую дорогу лесные звери такие как росомаха очень редкий зверь который живет только у нас на северном Урале про него говорят что он смесь волка и медведя вот поэтому ждите что будет дальше а мы едем вперед и открываем новый горизонт easy друзья ну что друзья наш маршрут начинает с того что мы едем на снежниках по льду не знаю насколько это безопасно потому что вон там уже река это река Визжа здесь приезжают грузовики сломали лед а мы чуть повыше течения получается а зачем они сломали а тут грот ну как бы брудик они его переезжают ребята что самое главное нам пообещали еще встречу с Ванцем мы приехали порядка 23 километров и нормально мы сейчас едем не торопясь потому что бубры не убивают подвеску и могут скинуть с дороги а сколько примерно по времени мы едем час едем час? всего час а бру два часа два часа да час не может а версия про йети как вам? мы собрали 7 версий сразу если будете говорить про йети у местных он называется дух леса Менг Менг они его ссорируют как дух леса не просто как бы воплощение там волосатого мужика здорового а это дух леса который может человека предупредить но не будет что-то делать нельзя может выгонять может не пускать но убивать он не должен то есть получается версия то что дятлосов съел снежный человек нереально да а ребята мы приехали в деревню Манси смотрите какой песик красивый если сейчас получится если сейчас удастся выйдет какой-то человек зовут его Валера от народов Манси если он захочет поболтать то он скажет что-нибудь на камеру если нет то ну сюда нет вон ребята пошли узнавать есть версия что дятлосов убыли манси как думаешь что-нибудь охотники манси за что-то ну может они где-то им нагадили нагадили главное нам им не нагадить ты сладенький такой тетик капец добрый смотрите у них есть телефон ты можешь набрать позвонить есть спутниковая тарелка спокойненько и набрать своих родных к сожалению у нас нет такой карты мы своих родных набрать не можем а помните я говорил вам только что что возможно мы поговорим с кем-нибудь из народов манси так вот в этом доме живет Валера он яркий представитель народов манси только что мы с ним болтали к сожалению весь разговор вообще разговор снять нам не удалось потому что когда мы спросили он сказал что лучше не надо ну и в принципе правильно но он нам сказал друзья свою версию он сказал что что-то связанного с военными потому что в округе на 10 километров находили разные обломки непонятно чего-то но он так намекнул потому что это возможно какие-то военные ракеты или еще что-нибудь вот и вторая версия о том что каким-то непонятным образом по каким-то непонятным причинам манси могли напасть на дятловцев точно нет манси абсолютно не воинственный народец поэтому как бы не в их интересах было нападать на туристов потому что впоследствии были очень бы серьезные санкции со стороны так сказать властей короче друзья вы думали что мы не подготовились а мы даже распечатали версии все итак первая версия нападение коренного населения манси стопутого нет ну братан какое нападение коренного манси ты видел валеру просто чувак нас накормил напоил мы ему даже не стали задавать вопрос про манси и то что он бы сказал вы что совсем больные что ли и так ребят как вы только что слышали мы легенда о том что есть ети или дух леса есть вот его пещера а да их много я не верю в ети и то что мы сейчас делаем это полный абсурд ну давайте я смотрю вниз ты слышишь да как я стучусь эту хрень главное безопасно да главное безопасно не залезай сука да о ебать нога этом окей о мне что нравится в пещерах всегда тепло да да это кайф я бы искал такую пещеру это гораздо быстрее и гораздо менее энергозатратно чем строить чем строить себе укрытие здесь можно и костер развести и будет вообще по кайфу тот самый ети который одной из версий прекрасно здесь рычеек да участвовал группу дятлова но на самом деле это пещеры в которых мантия прятали еду делали схроны сюда они прятали добычу свою мы не нашли никого если будете проезжать в пещеру то ничего получается здесь второй северный был где 27 января дятловцы вышли на свой маршрут по моему даже и после этого их никто не видел да после этого их уже никто живых не видел да то есть эту скалу можно зайти четверть и посмотреть фотографии по моему мне кажется или нет вот они вот где мы сейчас стоим стояли на фотографии с дедушкой Славой который с поводьями с лошадью вез их сюда офигеть короче получается что все вот отсюда больше их никто никогда не видел по сути дела в общем ребят все начинается самое интересное в этом ролике да ну что друзья первую задачу мы выполнили мы нашли ночлег это изба Ильича ее построил вы просто не поверите помните мы заезжали к Валере к Мансик от которого мы вышли который запретил нам снимать так вот он построил эту избу и нам сказал где она находится и сейчас мы быстренько наберем дрова короче ищем дрова снега все больше лес все глубже наконец-то снегоход приехал все дрова заберется мы будем в тепле видеть всю ночь силы просто на исходе завтра все вам расскажем покажем вам сейчас полнейший отдых перед завтрашним днем потому что он будет крайне интересен завтра мы увидим своими глазами надеемся будет хорошая погода перевал Дятлова но перед тем как отправиться на перевал Дятлова хочу сказать нам было очень сложно преодолеть этот путь камера всю трудность просто не передает и если вам не сложно поставьте лайк нам будет очень приятно итак друзья сегодня 1 февраля утро 1 февраля надеюсь никому не приходится говорить что произошло с 1 на 2 февраля 1959 года ребята та самая трагедия и случилось именно в эти даты 61 год назад и прямо сейчас мы садимся на наши снегоходы и отправляемся на перевал Дятлова а это как идея вообще остаться на перевале? ну достаточно такая рисковая потому что мы сейчас те самые даты самое холодное время да вы сами все увидите все все мы выдвигаемся пошел контент просто убрал камеру 30 секунд назад и вот что произошло у нас застрял снегоход у нас застрял снегоход мы подъезжаем к обелиску короче друзья мы пролетели 2 часа проехали на поезде десять часов Практически сутки добирались на снегоходах, чтобы оказаться именно здесь Мы находимся сейчас на перевале Дятлова Ребят, сзади нас находится тот самый знаменитый обелиск, где памятная доска Сейчас мы вам все покажем Не, ну единственное, что здесь действительно очень красиво и очень классно Нет такого, что как будто бы это место чем-то таким с плохой аурой Честно говоря, все клево, все хорошо Говорят, что здесь радиация Слушай, не так шумало, как в Москве мы засекали 9 микрорентген, друзья Миф о том, что здесь есть радиация, тоже развеем Мы проверим, конечно, еще у палатки, когда разобьем ее Вот, и еще один миф, который говорят про лавину То, что лавина сошла здесь Хоп, и сошла Мне кажется, это тоже нереально Посмотрите на эту гору Маленькая безобидная гора Безобидных гор не бывает Просто здесь даже есть физические исследования людей Которые непосредственно занимаются лавиной опасностью Которые знают, какие углы должны быть Какой снег, какой у нас То есть, в принципе, сход там может быть Но такая лавина, которая просто Убить человека Дошла туда и перемолола всю палатку Ну, это нереально, мне кажется И сход снежной доски Мы исключаем ее по-любому Потому что вы видели эту гору Тут невозможна лавина Но если она возможна, то на 100% бы не дошла до сюда Потому что, ребят, мы столько прошли Вторая версия про часы Версия, что часы не работают Американцы в фильме Да, у американцев в фильме часы не работали Все работает Работает? Да Пока здесь нет ничего загадочного Кроме невероятной красоты И офигенной кампании Пока здесь ничего не наблюдается Ну что, друзья Была только что отличная погода Вон там уже гор не видно Начинается маленькая фурганка И сейчас откликаемся от наших снежников Именно в то место, где они ночевали разбивать лагерь Ребята остаются здесь А мы втроем уходим Короче, друзья Мы, похоже, нашли то самое место Где они оставались на ночь Сейчас мы достанем фотографии Четко повторяются Смотрите, вон гора Вот гора Мы будем разбивать лагерь прямо здесь Около этих кедров Для того, чтобы была возможность закопаться И было более безопасно Чтобы не подувало нас ночью ветром По поводу той истории, что здесь что-то с рассудком происходит Аномальное, да? Вообще ничего нет А ты чувствуешь что-нибудь? Я могу сказать, что люди, которые были там Они описывают состояние страха Не могут это описать словами Не могут зафиксировать Никита предложил проверить радиацию здесь Где была стояла палатка Окей Потому что есть версия, что прямо сюда снаряд упал Хорошо Где-то здесь Опа, пошел один Никит, походу твоя версия прям вообще разруливает Три Брат, ты смеешься, а растет Смотри, там 0, 0, 0, 3 Нет, 300 Серьезно? Да Да ну! Я тебе клянусь Серьезно? 7 Семь! Брат, ну все, тут меньше, чем в Москве Я пойду до тех кедров И смотрю, там где-то, может быть, получится пару каких-нибудь сушин Найти Чтобы хоть какой-то костерок здесь у нас был Короче, друзья, Миша ушел за сушины Наша задача воздвигнуть лагерь Вернее, подготовить площадку Сейчас мы окапываемся Возможно, ночью будет холодно Но пока в это слабо верится Потому что тут настолько тепло И хорошо, и уютно Короче, друзья, одежда одной из самых главных вот таких путешествий Поэтому, Охота Актив, спасибо вам огромное за то, что нас одели И мы здесь можем реально ходить И делать годный контент для наших подписчиков Друзья, еще один миф о том, что рации здесь не работают Мы дали рацию ребятам, которые остались на снегоходах на горе Мы здесь без снегоходов И вот они нам отвечают совершенно четко Нет никаких аномальных моментов Мы-то здесь остаёмся Ну вы собираетесь с нам ехать или нет? Мы к вам не поедем, мы снежки уже закрепили в пещеру Ну что, друзья, мы начинаем самую главную миссию Это постройку палатки Начинается самое интересное Проверим энергетику перевала Дятлова Потому что пока все очень хорошо Пойдем нарубать дрова, чтобы у нас было еще уютней Сделаем себе мини-костерок И вот этот, да? Ну и этот давай Есть первая добыча, друзья Маленькая она есть Ну сейчас тепло сделаем Первый раз буду ночевать в палатке В снегах Да еще где? На перевале-то какого? Блин! Все, ебашек! Дрова подкидывай, блядь! Подожди, нам мелкие, мелкие, Леха Да ну какие мелкие? Да мелкие подкидывай, которые заготовлены Че ты с корой херачиваешь? Все, 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 ебашек Лех, че произошло? Че, факап у нас Костер потух Снег постоянно уходит вниз Костер горит Опускается уровень И у нас постоянно он тухнет Потому что кислород не поступает Мы зажигаем это дело Палочку подкладывай, свои, Леха Ладно, я считаю, это успех Энергетика здесь нормальная Здесь все хорошо, ничего таинственного нет Ничего такого подозрительного Все работает, но Момент того, что это открытая местность И с дровами тут проблема Да, с дровами тут проблема Паника небольшая, постоянно в голове Постоянно греться Ладно, что, сейчас само начинается жестко Мы ложимся спать Надеюсь, что обойдется без приключений, ребята И мы увидимся с вами с утра Давай, брат А где Макей? Несетесь, блядь Ничего Где Макей, блядь? Здесь был А что такое? Макей? Ну что, пошли искать Что, расстегиваю палатку А куда его искать? Ты шутканул, что ли? А что, мы вдвоем останемся, что ли? Ты издеваешься? Он прием сам вернется Братан, не Ты угораешь, Макея нет Он как-то прошел мимо нас И даже не задел, братан Я не останусь в палатке Иди в жопу Макей! Миш! Твою мать, да не метод делал Ты издеваешься? Чувак, у меня мурашки по коже А что делать? Чувак, твою мать Мы на перевале Нас осталось двое Ты издеваешься? Я надеюсь, он просто куда-то ушел Миш! Мы переночевали на перевале Дятлова Мы переночевали на перевале Дятлова Офигеть просто Последний момент, который нам надо здесь отработать Это момент с тем, что палатка была найдена разрезанной По какой причине она может быть разрезана? Если входы... Вот у нас тут два входа Они могут быть завалены снегом Снаружи это видно И только в этом случае реально есть возможность Есть необходимость разрезать палатку Вот здесь вот с торца Они выбежали в носках И в той одежде, в которой спали Сейчас вот Леша пробежит так же Ну хотя бы... Хотя бы попробует Хотя бы 200-250 метров Дальше, 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 дальше Беги, дальше, беги! Еще дальше, налево до елок Кого? Да ты даже до деревьев не добежал До деревьев-то беги хоть Давай, беги, че тебе холодно? Пиздец! Да хорош тебе, холодно, до деревьев Да мне холодно! Леха, надо до деревьев добежать Леха, ну че, сколько бы ты вот так вот смог? Короче, если бы реально Вопрос жизни и смерти Не знаю, минут 20-15 с максимумом И че дальше потом? Все, отмерзают ноги нахрен У меня уже все отмерло Короче, мое мнение, что опытный Ну, возможно, вы бежите надолго Но, ребят, они бежали около 500 метров Не побежит человек на опыте Поэтому, я думаю, эту версию тоже, скорее всего, нужно отметать Разрезание палатки тоже отметаем Ну, мое мнение, опять же, мое Миша утверждает, что можно разрезать Ну, ребят, если вход завален Если здесь, грубо говоря, снега Ну, нет такого Снега, ну, мы не сможем реально открыть, откопать Если надо прям срочно, если прям быстро Надо покинуть палатку, тогда надо разрезать Но если нет такой потребности Да, но версии такого нет Версии такого нет, что засыпано было Нет, они просто разрезали ее Ссора между туристами, камон, да? Наоборот, мне кажется, сплочает, как это место Они три дня, ну, около трех дней они шли Ну, как говорят, да, здесь местные жители, как говорят документы Около трех-четырех дней они шли И мне кажется, вряд ли на четвертый день они решили Такие, ай, давайте поссоримся И тем более поубивали друг друга Это реально странно Встреча с агентами иностранной разведки Ну, ребят, я вам так скажу Путь дятловцев настолько был сложный Что, мне кажется, ну, до сих пор его сложно повторить Шведы в том году пытались Так что, я думаю, встреча с иностранными агентами Это крайне странно Ну, правда Наводение беглых заключенных Мне кажется, заключенные замерзли бы ж заживо Если бы они, ну, без всяких снаряжений были Без всего остального Самая крутая версия Это Единственного выжившего из группы Юрий Юдин Он считает Цитирую ему Мое мнение, что они стали жертвами зачистки Они случайно оказались свидетелями каких-то испытаний Подверглись отравлению Были обречены на смерть Мне так и следователь Иванов сказал Они уже были обречены Однозначно Ты был бы десятом Вот это вот испытание оружия на закрытом полигоне Самая годная версия Потому что, во-первых, Валера из Мансии говорит, что находил остатки ракет Плюс постоянно намекает нам наш гид Что многие версии Что здесь были действительно какие-то, может быть, испытания И ребята просто стали свидетелями этих испытаний Ну, военные также участвовали в поиске группы Что вообще не характерно для того времени Потому что, как говорят, что с 1959 по там 1980 погибло 200 туристов В разные местности на территории нашей страны Но нигде их не искали военные И только здесь дятловцев искали военных Мой личный вывод, что очень много версий с этой загадочной трагедией И мы, к сожалению, никогда не узнаем правду Но вы можете сделать вывод сами И решить для себя Что на самом деле здесь произошло 61 год назад Одно могу сказать Это место безумно красивое и спокойное И предполагаемой мистики здесь просто нет Друзья, вот и подходит к концу этот безумный выпуск Мы практически все мифы проверили Все версии Нет здесь ничего аномального Это безумно красивое Безумно доброе С хорошей энергетикой место Мы здесь реально кайфанули Выжили, пережили эту ночь Единственное на ютюбе засняли это все Мы сейчас отправляемся домой Связываться с нашими родными Потому что мы уже три дня были без связи Друзья, если у вас будет когда-нибудь такая возможность посетить этот перевал Дятлова Обязательно сделайте это Потому что здесь, ну камера, я уверен, не передала всю красоту И огромное спасибо хочу сказать Мишу Макееву За то, что он нас опять в очередной раз спас Подготовил к этой ночи выживания Хочу сказать оператору Никите Потому что очередное выживание Он здесь снимал, сейчас держит руками Замерзшую камеру, все дрожит Но мы с этим справились, это круто Хочу благодарить наши гида за то, что они нам показали Рассказали всю историю, реально все оперативно сделали Все, друзья, реально Эмоции переполняют Нам нужно быстрее связаться с родными Мы погнали, лайк поставь в этом видео Мы реально старались Надеюсь, это реально зашло